Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже четверг, 15 февраля 2024 года. А новости у нас вот какие, друзья! На зависть Украине, Молдове и России эксперты оценили минимальный оклад Латвии. Начинаем! Послушайте внимательно до конца, желательно. Ой, друзья, спасибо вам! С 1 января 2024 года в Латвии выросла минимальная зарплата. С 620 евро до 700 евро. Но напоминаю, это не чистыми, друзья. Нет, это на бумаге. Да, до уплаты налогов. Насколько прилично она теперь выглядит на фоне минималок в других странах. И что на эти деньги можно купить? Начинаем перечислять. Подробности. Такие разные налоги. Исследования минимальных зарплат в разных странах мира. Всего было изучено 67 государств. Провели аналитики из компании, такой-то, такой-то компании. В исследовании были рассмотрены... Ну, нам без разницы, с какой компанией. Были проведены исследования... В исследовании были рассмотрены зарплаты нетта. То есть, те деньги, которые работники получают на руки. Вот теперь я подчеркиваю, друзья. Извините. Насморк. Надоел. Ужасно прям. Нетта. Но это теперь уже буду подчеркивать. Это теперь... Запомните. Все время будут только на руки чистыми. Цифры будут только чистые. На руки. Называть я буду цифры, какие зарплаты. В разных странах. В частности, в нашей стране, в Латвии. Повторяю. В исследовании были рассмотрены зарплаты нетта. То есть, те деньги, которые работники получают на руки. Такое сравнение более справедливо. А я, помните, сколько новостей говорил. Что вы мне тут пишете? Что они тут пишут? Надо писать фактически, сколько человек уже на руки получает. Такое сравнение более справедливо. Ну вот, правильно. Так как разница между валовой и чистой зарплатами, в зависимости от страны, может составлять как от 0%, так и более 30%. В Эстонии эта разница 7%. В Литве 23%. В Латвии 14%. Да-да, несмотря на уверенность многих в Латвии, что в Литве все лучше, налоги на зарплаты там гораздо больше. Ай, сравнили хрен с пальцем. Ну там и у них и больше. Минималка, господи, там у них все больше. Не имею в виду. Ну вы поняли, друзья, да? Ну зато там дешевле лекарства и так далее, баллонный газ, не устану повторять, и так далее. Так как обычно зарплаты сравнивают до выплаты налогов, то часто получается, что литовские доходы выглядят лучше. На самом деле от латвийских они не особо отличаются. Ой, друзья, я, наверное, не буду, друзья, сильно комментировать. Так иногда. Вы все прекрасно понимаете. Вот кто живет в Литве, кто ездит в Литву, закупаться в Литву. Ну это уже на ваш суд. Я оставляю то, что комментирует, комментировать место, оставляю для вас, друзья. Я люблю, конечно, покомментировать, да. Вот. Сейчас, друзья, извините. Ой. Мог бы отключиться, ну ладно, может быть кому-то пригодится. Заколебал меня этот насморк, друзья. Таблетки уже не хочу употреблять, от них никакого толку. А целыми горстями пить уже мне надоело. Я бы, может быть, и пил бы, но у меня столько всяких лекарств, еще до кучи эти. Господи. Да. Да. Вот насморк не проходит уже, вот не знаю уже сколько. Прошлого года, наверное. Немножко отойдет, потом опять. Вышел на улицу, готов. Гатовс. Ну вот. На самом деле, от латвийских они не особо отличаются. Эстония другое дело. Она действительно вырвалась вперед. Латвия на 25-м месте. В большинстве стран, подвергнутых исследованию, 58 стран из 67, минимальная заработная плата изменилась с января 2021, вот этого года. Власти не только в Латвии любят подкидывать населению подарки к Новому году. Подарок вам, наши власти, латвийские власти, к вам, жителям, всем жителям Латвии. Ну, кто особенно на минимальной зарплате сидит. Видите, какой подарок вам сделали? Спасибо, спасибо правителям, нашим правителям, господи, ой, спасибо. Ну, вы поняли, друзья, да? Я уже за место вас отблагодарил, да? Не могу. Власти не только в Латвии любят подкидывать население подарки к Новому году. О том, что такие подарки не для всех приятны, расскажем ниже. Вот. Я вам сейчас рассказываю ниже, друзья. За ваше здоровье. Ой, хорошо. Несущественно поднялась зарплата у работников во Франции. Несущественно. Не-не-не-не-не. Не, немножко. На 3,4% во Франции. В Германии на 2,8%. О, хрен с пальцем сравнивать, да? Зашибись. Зашибись, друзья. И Таиланде на 2,4%. Вы еще на Марсе там. Инопланетяне сколько там? Сколько им подняли на Марсе, а? Инопланетянам или другим каким-нибудь там барабашкам. А в таких странах, как Испания, Малайзия и Вьетнам, правительство заморозило размер минимальной зарплаты. Они хрен, этот, который я с пальцем, они хрен заморозили вообще. Теперь мороженый хрен там будут есть. Правительство заморозило размер минимальной зарплаты или еще не приняло решение о ее повышении. Вы понимаете, да? Они там хрен без соли будут доедать. А у нас здесь, в Латвии, будут люди шиковать. А там хрен без соли доедать. Так что радуйтесь, люди добрые, что хотя бы вот так. Каждый год, каждый год. Заметили? А один год даже, вернее, два года подряд, к Новому году вам, со скольки? С 380, да? О, уже 700. Но это грязно. Друзья, ну я не могу. Хрен без соли доедать, да? Самый высокий рост минимальной оплаты труда зафиксирован в Аргентине. В Аргентине. 138 процентов, вы представляете? И Турции 100 процентов повышение минимальной зарплаты. А теперь смотрите, как они будут нас сейчас успокаивать, друзья. Я сейчас рубашку поправлю, я не могу. Слушайте, правда, это повышение, ну в Аргентине на 138, и в Турции 100 процентов. Правда, это повышение вызвано высокой инфляцией в данных странах. Друзья, не могу. А у нас нет инфляции? Нет, у нас вообще, нет, у нас все зашибись, все плюс. У нас все коммунальные, в чем вниз, ничего у нас. У нас коммунальные по нулям. У нас шикарно люди живут. Летают на собственных самолетах, на собственных поездах. У каждого по яхте мы... Друзья, не могу. Это вызвано высокой инфляцией в данных странах. У нас невысокая, друзья. Это можно было и останавливаться. Ну, нет, послушайте до конца. Так что пока не спешим. Не пакуем чемоданы. Не пакуйте чемоданы. Это уже для наших жителей Латвии. Не пакуем чемоданы для эмиграции в эти страны победившего рабочего класса. И будете паковать чемоданы. Господи, сейчас они послушали. Молодежь как паковал, так и пакует. Литва в рейтинге заняла 21 место. Чистая, повторяю, чистая, это на руки. Минимальная зарплата с 1 января 2024 года равна там в Литве. Запомните. 708 евро. Это чистая. Что на 11,9, почти на 12% больше, чем в начале 2023 года. Там было 633. Там было уже 633. Когда? А у нас сколько было? Это чистыми, друзья. Эстония расположилась на 24 позиции. Рост 10,60%. 763 на руки. После уплаты налогов. Ну, на руки. А Латвия на 25 месте. Рост 10,5%. 601,2 евро на руки. Сейчас поправлю, друзья. Поправочку поставлю. Ремарочку. 601 евро и 20 центов. Это все чушь. Собаки под хвост. Это я от своего имени. Но нет. Нет. Вот у нас человек получает 583 евро. С какими это копеечками? Да. Никаких 600 нету. Не знаю. Как может быть с минималки 601? Может быть у них там детей 10? Или там 5? Или 8? Или 4? Поправьте, друзья. Пожалуйста. Получаете вы 601 евро и 20 центов? Если получаете, ради бога, конечно. Рад за вас. Дальше слушайте. Больше не всегда лучше. О, видите как? Видите как? Ну, зачем вам больше? Ну, это же не всегда лучше, а? Себе они получают по 10 600. Ну, им же лучше это, понимаете? А то, что наши получают по 600. Ладно, пускай 600. Соглашусь. Бог мне. Но вы все-таки напишите. Ну, это же больше же не всегда лучше. Ну, зачем вам такие деньги? Вы же с ума сойдете. Ну, с ума. А если вам дадут 10 тысяч, вы вообще повеситесь. Ну, и в кавычках, конечно же. От счастья, от радости. И вы не... У вас голова лопнет, вы не будете знать. Вы вообще не... Вы растеряетесь. Куда вам такие деньги девать? Не могу. Только мат один идет. Напомним, что в последние годы рост минимальной зарплаты в Латвии был очень быстрым. Мы, посмотри, очень быстрым. Так мы самые нищебродские были. По сравнению с другими странами. Еще в... Да, а тут решили догонять. Угу. Еще в 2020 году трудящиеся... Во! Полу... Трудящиеся слова. Вот это правильно. Трудящиеся. Получали. Ну, не получали, а зарабатывали бы, я написал бы. Потому что это трудящиеся. А дармоеды, вот они точно. У них получка. А у рабочих это заработная плата. На руки минималку получали в 2020 году. 366 евро. Стыд и позор? Поставьте класс, если кто согласен. Что это... Стыд и позор. Позорище. Страшилище и вообще. Нищебродство. Разогнать... Вы меня знаете, друзья. Кто вам давно смотрит. А вновь подписавшись, я так преподношу новость. Запомнится надолго. На всю жизнь. Разогнать базовую... Разогнать, повторяю. Базовую оплату труда властям пришлось из-за стремительного роста инфляции. Вот теперь уже... Смотрите. А у нас же стремительный рост инфляции. А в той стране, в Турции и Аргентине нет. У них же там инфляция высокая. А у нас... А у нас очень стремительно рост инфляции. Вы посмотрите. И 366 евро все получали. Да. Зарабатывали. Это получают эти шишкотрепы. Который начался по причине борьбы с коронавирусом путем удушения экономики. А потом разогнался из-за войны в Украине. Да ладно. А до коронабесия, вот этого идиотизма этого концлагеря у вас не было? Удушения нет? Народного населения не было? Нет? А где половина населения делась? Где как минимум половина? Большая половина. Самые лучшие люди, молодежь уехала куда? Развивать. И так уже. Да нельзя, некуда. Уже. Хотя есть еще куда. Они развивают. Помогают развивать. Другие страны. Да, 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 да. Беженцы из Латвии. Граждане Латвии. Беженцы. Трудовые. Да, 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 да. Ой, друзья, разогнать, ай-яй-яй, базовую оплату труда пришлось. И сразу у них, вот смотрите, не было бы ни этого и ни этого, ну, коронабесия и войны, не на что сваливать было. Что б делали они? А сейчас им есть куда. Они сразу же, у них есть чем покрыть вот так, хопа, и все. И люди, ну да, ну конечно же, ну а что? О, ну да, ну понимаем, конечно, понимаем. Вот чем они кроют, друзья. Я давно уже подготавливался вот к этому вот видео. Ну вы все понимаете, о чем речь идет. Сколько они нам в уши вливали? Тогда они не вливали, а нечем было крыть. Просто молчали и все. Попробуйте, вы выйдете. Они сначала запугали все население. По тюрьмам да по каторгам. Помните, выступали? Был, был этот, акции протеста выходили. И с тех пор тишина, боятся выйти даже. Да, господи, друзья, вот было это коронабесие. Кто вышел? А все люди запуганы. Они не вышли на протесты. Со всего нашего города вышло 50-100 человек. С 50-тысячного населения 50 человек. Зашибись. Однако резко повышение минималки загоняет малый бизнес в тень. И в итоге люди получают меньшие зарплаты. Или же вообще теряют работу. Из-за последнего повышения минималки в Латвии под ударом оказались, в частности, местные самоправления. Которые теперь трудно сводить концы с концами. Которым теперь трудно сводить концы с концами. Господи, концы с концами. Как пишут здесь. Сущие копейки следующие под пункт. В странах бывшего Советского Союза, ну то СССР. Минималки крохотные. Эти государства так и не вырвались из рамок третьего мира. Ну, теперь уже они сравнивают вообще. Да, друзья, приходится прикладывать сейчас. Пересчёте на европейскую валюту в Молдове. Вот, теперь они сейчас будут в Молдову. Ещё внимательней присаживайтесь. Поближе там. Зовите соседей. Всех. Всех. Студию. Студию. Приз студию. Давайте. Несут приз студию. Смотрите. Да. Перерасчёте на европейскую валюту в Молдове. Минималка. 222 евро. Три двоечки. В Казахстане. 149 евро. А в стране. А в стране. Россия. 168 евро. Минималка. Страна Россия. Кто нас смотрит из страны России? Как здесь они пишут? Россияне. Подтвердите. Как у вас там с минималочкой? Я читал комментарии. Там кто-то шибко хвалился. Что у нас минималка. И тише твоя мать там. Ой-ой-ой. Сколько там у вас минималка? Чуть не 50 тысяч. Или сколько там у вас? Или это какое-то там тоже трепло вылезло? Ну я понял так, друзья. Я дальше не стал вникать. Я могу покопаться. Ну а зачем? Зачем? Это вот эти копаются. Ну я вам просто сейчас излагаю. Вот ихнии мысли. Понимаете? Слух. 168 в России. Минимальная зарплата. Как вам? Берут меня сомнения, что это все близко к правде. Ну как? Ну посмотрите. У нас же это все правильно. Правильно. Ну тут может быть ошибка. Ну может быть я и здесь сам ошибаюсь. То, что у нас 601 с копейками на руки. Но все зависит. У того человека никто не записан. Дети не записаны. Да. А чем больше записано, иждивенцев, да, иждивенцев, тем человек больше получает. Больше не облагаемый минимум. Да. Ну вот смотрите. В России 168. Это получается меньше всех. Вот перечисленных. Ну дальше слушайте. Видимо все деньги в Российской Федерации ушли на подъем величия. Уровень которого, как мы знаем, сейчас просто зашкаливает. Ну величие России. Просто зашкаливает. В Узбекистане минималка 70 евро. Но там тепло. На огороде можно прокормиться. В Узбекистане. В Белоруссии 153 евро. Вместе со всеми ее прекрасными заводами. Которые почему-то так впечатляют ностальгирующих по СССР жителей Латвии. В Украине 145 евро. Вот про Украину. В заголовке так и будет. Название. Ну тоже. Увидите, друзья. Да. В Украине 145. Но это чистыми повторяю уже. Которые очередной раз. Не путайте. Это не грязными. А то можете спутать и будете спорить со мной. Нет. Я несколько раз предупреждал. Это уже на руки чистыми. Минимальная зарплата. В Армении минималка на руки 126. Я уже не буду повторять. В Армении минималка 126 евро. В Азербайджане 173 евро. Похоже, нефтяные доходы до многих загадочным образом не доходят. Ну, нефтяные доходы. Я не буду. Ну все равно. Ну им есть да все дело. Ну эксперты есть эксперты. С одной стороны, они лазят везде. Ну и эксперты. Надо же сравнивать. Ну. Каким образом и куда, чего. По остальным странам бывшего СССР данных нет. Но вполне резонно мы можем предположить, что и там дела обстоят. Неважно. Вас успокаивают. Ну я вас тоже успокаиваю. Я же произношу это все. Речи свои. Успокаиваю. Дальше, друзья, следующее. О нет, нет, это еще не все. Приятное загнивание. Разбираемся, что же за приятное загнивание. Ну а где трудящиеся чувствуют себя лучше всех? Вопрос. Где государство гарантирует им нормальный уровень жизни даже при минимальных доходах? Как ни странно, там же, где звериный оскал капитализма осуждался еще программе «Время» советского разлива. В Люксембурге минималка 2285 евро. Вот с кем надо сравнивать. И стремиться к кому? К чему стремиться надо? Повторяю. В Люксембурге минималка 2285 евро. Вот они они. Вот. На руках у них. Ну еще раз повторю. Это на руки, друзья, уже чисто. В Нидерландах 2161 евро. В Австралии 1 998 евро. В Ирландии 1877 евро. В Новой Зеландии 1837 евро. В Германии 1607 евро. Это минималка. А представляете, кто не минималку получает, а минималку получают больше половины населения? Больше, конечно же. Не минималку. Дальше слушайте. Ну и так далее. Всех перечислять не будем. Нет, всех перечислять они не будут. Не-не-не-не-не-не. Ну вам же 600 евро за что? А что вы с ума сойдете от таких денег? От 2000 вам дай сейчас минималку. Ой, вы что вы, что вы, что вы. Не-не-не-не-не. Уточним только, что везде, везде, где ставили эксперименты с социализмом, советских стандартов, минимальная зарплата до сих пор сильно не дотягивает до уровня уже много десятилетий жестоко загнивающих западных государств. Дальше. Минималка обогнала цены. Вот тут послушайте внимательно. Один заголовочек вот этого вот под пунктом. Минималка обогнала цены. Ты чистая. Ай-яй-яй, друзья. Минималка минималкой. Но что на эти деньги можно купить? Вот давайте. Что можно купить на эти деньги? Чтобы выяснить это, исследователи составили условную продуктовую корзину, в которую вошли хлеб, 10 буханок по 500 грамм, 10 литр молока, 20 штук яиц, 1,5 килограмма риса, 1 килограмм сыра, 6 килограмм мяса, 8 килограмм овощей и 6 килограмм фруктов. Список этот довольно скромный. Но продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека питательных веществах. Указывают эксперты. Стоимость такой продовольственной корзины в Эстонии 122 евро 86 центов, что на 10,41 сотых больше прошлогодней суммы. В Литве 118 евро 45 центов больше на 13,62 сотых процента. А в Латвии 113 евро и 47 центов на 6,85 сотых процентов больше. Понимаете, о чем речь сегодня, друзья? В Латвии эта сумма равна 18,09 сотых процентов от минимальной зарплаты после уплаты налогов. В 2023 годы 19,5 процентов. А в Эстонии 16,1 процентов. Сейчас я вернусь, друзья. Я вам разъясню. Как и в прошлом году. Получается, что рост минимальной зарплаты в Латвии и Эстонии опередил рост цен. Как вам сравнение? У вас, вот кто в Латвии живет, а у нас канал называется «Мы живем в Латвии». У вас на еду уходит что? Корзина вот этого, да, продовольственная корзина. Стоимость продовольственной корзины. В Латвии 113 евро 47 центов. Но это на месяц. Как вам? Вы вкладываетесь в это? А, друзья? Ответьте, пожалуйста. И на 6,85 больше, чем в прошлом году. Смотрите. Повторяю, минимальная корзина в Латвии 113 евро и 47 центов. Но это на одного, друзья, человека. Вам хватит? Хорошо. Ну и сравнить зарплату наших шишкотрепов. Одних из шишкотрепов. Их у нас много. 200 с лишним тысяч, почти 300 тысяч. Ну, вы понимаете, о каком речь идет. В бюрократах и так далее. Дармоедов. Им 10 тысяч мало. В среднем. Ну, пускай даже 7 тысяч. Ладно, не будем гадать сколько. Много. Во-первых, все сидят на нашем обеспечении. Это раз. И так далее. Это отдельная тема. Получается, что рост минимальной зарплаты в Латвии и Эстонии опередил рост цен. Вот что, друзья, меня зацепило. Рост зарплат у нас опередил рост цен. Вы этому верите? И повторяю, вам хватает? Вы за квартиру, я читал комментарии, знаю прекрасно. В среднем платите где-то от 200 до 300. В среднем. Повторяю, в среднем. От 200 до 300 с этой минималки. И вот на корзину вы еще, смотрите, 113 евриков. Хотел я сказать, да не буду никого обижать, ладно. Получается, что рост минимальной зарплаты в Латвии опередил рост цен. Да зачем нам Эстонию? Ну ладно, это сравнивать. В Латвии. Вы живете в Латвии, друзья. Так же, как и мы. В Литве ситуация выглядит так. Нынешняя продуктовая корзина равна 16,7% от минималки. А в 2023 году 16,5%. Как-то ровненько у них там. Сколько уйдет на еду? Следующий подпункт. Разбираемся. Сколько от минимальной зарплаты уходит на еду в других государствах? Самое комфортное соотношение цен, базовых продуктов, минимальной заработной платы, Плате аналитики отметили в Великобритании, Ирландии, Голландии, Австралии, Люксембурге и Новой Зеландии. В этих странах на продукты из вышеуказанного супового в кавычках набора люди потратят меньше одной десятой местной минималки. Ой, пишите комментарии, друзья. Эстония... Ну да, как же мы можем проверить? Ну конечно же. Это кто живет только все в этих странах? Пишите, как вам эта корзина? Правдивая ли она? Эстония, Литва и Латвия немного уступают вышеперечисленным странам и занимают 19-е, 22-е и 26-е места, соответственно. Ну, 19-е это Эстония, 22-е это Литва, ну а Латвия 26-е место, соответственно. Это подтверждение чему, я вам всегда говорю. Мы либо по-плохому мы впереди паровоза, а по-хорошему мы всегда на последних местах. Обижайтесь вы, не обижайтесь, но это так есть. Это реалии жизни такие. За что боролись? Вот кто боролся и кто туда дорвался, те и живут. Да, шишкотрепы, шишковозики. Вот. В этом отношении они выгодно отличаются от таких стран, как Словакия, Венгрия, Румыния. Есть у страны, где даже на такой скромный набор продуктов уходит более половины минимальной зарплаты. К ним относятся Казахстан, 54%. Индия, 58,5%. Вьетнам, 65,6%. Армения, 78,7%. И Узбекистан, 96,1%. А в Нигерии минимальной зарплаты не хватает даже для обеспечения базового питания. Ну, вы еще, я говорю, сравните хрен с пальцем. Господи, друзья. Пишите комментарии, пожалуйста. Очень интересно будут почитать. Вы хоть верите вот этому Билиберде? Ой, я уже сказал, а? Этим экспертам. Ну, я понимаю, да. Минималка, это все понятно. Она общедоступна. Откройте Википедию, откройте хоть где. Запрос. Просто в Гоголь запрос сделайте. Даже в Ютубе запрос сделайте. Вам видео выскочит, какие минималки в разных странах. Но про корзину, вот здесь я уже точно не верю, друзья. Вот подтвердите вы, особенно живущие здесь в Латвии, ну и, конечно, в других странах. Сколько у вас минимальная корзина составляет? И почему вы, мы должны придерживаться какой-то минимальной корзины? Пусть они придерживаются, эти дармоеды. Как, как, составили же минимальную корзину, заглядывает в рот каждому, кто должен есть. Это я так вижу, друзья. Имея полное право высказаться. Ну, мне не нравится вот это вот название минимальной корзины. А почему они во всеуслышание, во все видение не показывают свои минимальные корзины? Кто их вот это вот выдумал? В России, слушайте дальше, сейчас буду заканчивать. В России данное соотношение составляет 39%. Да, это минимальный зарпад на корзину продуктов, питания. В Белоруссии 40,8%, даже больше, чем в России. В Украине почти 50%. В Украине 49,3%. В Украине обстоят дела еще хуже. Подтвердите или опровергните, друзья, как вы согласны вот с этим уже сказанным. Да, я новость закончил. Повторяю. Я вам изложил новости такие, друзья. На зависть, вот у меня так в заголовке будет. На зависть Украине, Молдове и России эксперты оценили минимальный оклад Латвии. Какие эксперты? Конечно же. У нас много дармоедов сидит. Да, экспертов, всяких помощников. Помощников, подпомощников у каждого эксперта. Ну, ладно, это не эксперты, депутата, еще поскольку там помощников, а еще и заместителей, и первых секретарей и так далее. Дармоедов, одним словом. Почему? У нас их много. У нас их четвертая часть населения. Как минимум. Вот какие надо экспертам куда залезть. И какие же у них корзины, интересно, потребительские корзины. В частности, продукты питания. Да, 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 да. Ежемесячно бы вот они выдавали на гора. Другая бы ситуация картина была. А что они? Они только народ долбят и все. Это я уже сам свое мнение добавляю. Вот народ долбят, 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 долбят. А почему они долбят? Они и будут долбить его, пока вы будете молчать. А вы молчите. Вам нравится, что они вас долбят. Ну, кого вас? Ну, друзья, поймите правильно. Я никого не хочу обидеть. Я прямой человек. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться и так далее. Изъясняться. Я вам объясняю. Да, вот разъясняю свою точку зрения, свое мнение. 620 до 700 выдали на гора. Вот это да! Подарок к Новому году наши латвийские шишкотрепы. Зашибись, да? А тут же сравнивать. Но эксперты все равно. Но все равно. А дай должную экспертам. Хотя бы так они выдают на гора вот эту правду. Хотя бы так. Ну, сейчас посмотрите. Уже чистыми на руки. Разъяснили людям. А то уж сильно большая сумма фигурирует. Это на устах у всех. 700, 700, 700, 700. Каких 700? Каких 700? Повторяю. Ну, еще раз поправлю. Я сам себя поправлю тоже. И вам расскажу. У этого человека на иждивении никого нет. Вот поэтому у нее, у женщины на руки вот 700 грязными. И немалко. В данное время, в прошлом месяце была зарплата на руки 583 евро. И вот не помню копеечки. Ну, центики эти не помню. 580. Пишите, сколько вы получили. Заработали. Ну, получили, естественно, вам перечислили. Сейчас же все перечисляется на карту. Это не то, что раньше кассирша приезжала и хоп-хоп-хоп и расписались. Все, друзья, буду заканчивать. Надеюсь, вам эта информация была понятна и кому-то полезна. Кто-то что-то понял, кто-то что-то не понял. Все равно пишите, друзья. Ну, надеюсь, я вам доходчиво это все доношу. Вот это все, эту информацию. Ну, понимаете, друзья, да. Первый вопрос. Отвечай на вопрос. Шапки ничего в кепке этой нету. Обыкновенная. О, купили на базарчике. Не помню, где в Риге, по-моему. Да, в Риге. Что-то у вас там, Сергей, это чтобы сразу отсеялось. Что-то... Да вот сегодня я решил одеть. Лысиной светить не захотел, и все. Да. Волосы. Я выращиваю там волосы, да. Отращиваю. Вы меня знаете. Я люблю поговорить с вами. Ну, я отвечаю на комментарии. Подтверждение того, что я читаю, друзья, комментарии. Конечно же, да. Может быть, что если тогда очень больше сотни, я могу не успеть. Конечно же. Вот. Открыл шапку и забыл, что хотел сказать. Конечно же, да, друзья. Хочешь ты поговорить, но все в одном видео не скажешь. Пишите вы комментарии, что, чего и как. Все. Сколько вы получили? Да, 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 да. Сколько вы заработали? И правда ли это вы? Вы согласились вот с этим вот? С этими экспертами? Меня интересует очень про корзину. Вот эту вот потребительскую корзину. Все. Не буду повторяться больше. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами, друзья. Поставьте лайк под видео. Напишите комментарий. Любой комментарий. Ну, желательно по теме, конечно же. Да. Вот этой вот темы касаемой. Поставьте лайк и так далее и тому подобное, друзья. Да. Там у меня собачья кожа. Видите? Да, да, да. До свидания. До следующих видео. Спасибо, друзья, за поддержку нашего канала. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова